9 ноября 2024 год По поводу того, что в прошлом видео я пытался найти преимущество, которое есть для Украины в том, что Трамп все-таки пришел, а не Харрис Ну то есть не демократы, а республиканцы, ну конкретно Трамп То есть я называл, что с Ираном разберется, скорее всего, Трамп со своими еврейскими зятьями Но мне указали в комментариях, почему ты не рассказываешь про Китай И действительно, по-моему, основной противник для Трампа это Китай Чем нам, как Украине, это может помочь? Уже сейчас экспорт Китая в США составляет не 9% от ВВП Китая, а 3% То есть в трое уменьшился Если он дальше так пойдет, это вполне возможно Сейчас вывозится оборудование, заводы вывозятся из Китая, в Мексику, из Китая, в Америку, из Вьетнама Ну не важно, то есть после этого ковидного стресса люди поняли, что надо какие-то производственные мощности все-таки иметь на своей территории И думаю, что приход Трампа тут во многом сыграет в плюс такому движению А что это дает для нас? Что такое падение экономики, замедление роста экономики Китая? Такое длинное вороле То есть это значит, что будет уменьшаться спрос на нефть Уменьшение спроса на нефть, которое кроме того сочетается, совпадает с тем, что сейчас в ГАЯ не слышали Нашли там новое месторождение, сейчас там по 500 долларов выдают всем гражданам Просто потому что большая добыча нефти Канада свою нефть наконец-то трубопровод провела И будет теперь выходить на рынок с этим То есть ОПЕК уже 35% рынка, по-моему, только контролирует Ну, в общем, есть большие надежды Послушаем Дерипаску, которая говорит Трамп пришел, теперь уже в мае у нас будет нефть 50 долларов Россия живет за счет нефти Как говорил Маккейн, повторю его еще раз Россия это страна, которая притворяется Это бензоколонка, которая притворяется страной И, конечно, я слышал иноземцев, она говорит Вы каждый день все равно ездите на заправку Это правда Но если нефть будет 50 долларов Себестоимость добычи нефти в России Этот ЮРАЛС, ну, там колеблется Там 40-50 долларов То есть какие-то скважины уже будут просто нерентабельны Сейчас отказались на Охотском море Не добывать нефть, потому что даже разрабатывать Потому что слишком дорого Не имеет смысла А я нахожусь в полном убеждении Что это нам поможет больше, чем все эти тысячи санкций Канад второй наложены на Российскую Федерацию Которые не соблюдаются в основном То есть все эти чипы находятся в российских ракетах И никуда они не деваются А вот если упадет цена на нефть Будет то же самое в Советском Союзе Помните, из Афганистана почему ушли? В Афганистане погибло за 10 лет 15 тысяч человек Россияне сейчас уже сотню, сто процентов положили у нас здесь в Украине За два года с лишним, за три почти И они не чешутся Но когда не будет денег, это не будет денег И Россия отправится вслед за Советским Союзом и Российской империей Так что ждем Изменения в экономике Именно в смысле понижения цен на нефть По-моему, это единственное, на что нам сейчас стоит больше всего рассчитывать К сожалению То есть Украинцы, конечно, не с повод придумать какое-то топливо Которое заменит нефть Ну Если будет поднять спрос А падение спроса на нефть прогнозирует даже, по-моему, мировой банк В ближайшие пять лет на все сырьевые товары Ну Для экономики мира это плохо Но для Украины, в том смысле, что у нас основной наш противник лишается средств к нашему уничтожению Это хорошо Я думаю, если до 50 долларов действительно в следующем году упадет цена на нефть Россия точно будет уже не до войны в Украине Все Мы переймаемся Все будет Украина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!